Дизель-шоу Напоминаем вам, что час смеха заменяет одну вакцину. Да, но сертификаты мы пока не выдаем. Поехали. Начинаем веселиться, друзья. Вы согласны? Ну, для начала мы хотели бы поговорить с вами об искусстве. Вы знаете, в интернете появилась такая фишка, когда старой картине присваивают современные названия. Ну вот, например, современное название – это Георгий Победоносец берет ПЦР-тест у змея. Примерно так. Мы решили продолжить этот ряд, пофантазировали и придумали классическим произведениям искусства новые актуальные названия. Итак, на вашем экране знакомая всем картина. Сейчас она называется «Опять удаленка». Онлайн-обучение с тремя школьниками в семье – то еще испытание. Я тебе верю. Идем дальше. Следующая картина, я думаю, вы ее узнали. Она входит в знаменитую сикстинскую капеллу в Ватикане. Актуальное название – «Социальная дистанция». Я думаю, если бы сейчас Микеланджело рисовал этот шедевр, то Адам остался бы практически голым, ну, разве что в одной маске. Далее у нас очень романтичная работа – «Поцелуй на карантине». Вам просто не видно, но под мешками у них еще маски. Идем дальше. Всем с детства известная картина. Сейчас она называется «Дед Мазай не пускает зайцев без сертификата в общественный транспорт». Ну, а сейчас очень веселая картина. Актуальное название – «Бабушка регистрируется в ДИИ, чтобы получить тысячу». Сменим тему. Единственное, попрошу детей закрыть глаза. Хотя, с другой стороны, это искусство. Эта картина называется «В ожидании тринадцатого айфона». А что, тут без комментариев. Ну, не хватало, чтобы ты еще ее комментировал. Человек с восемнадцатого века ждет. Ну, дождется. Наверняка я верю в это. Далее у нас картина, близко очень нам с тобой, Дима. Он называется «Где-то у границ Беларуси» или «Беловежская пуща». Да, очень жизненно. Идем дальше. Всем мы в школе изучали вот эту картину. Современное название. Иван Грозный узнал, что его сын тиктокер. Причем травма была нанесена во время съемок очередного челленджа. Ну, а сейчас близкое сердцу каждого украинца картина, которая называется «Запорожцы подделывают ковид-сертификат». Продолжаем в эту же тему. Картина всем знакома, но называется теперь она так. «Три богатыря ищут, где поесть без QR-кода». Ну и, наконец, Дима, наша с тобой любимая картина. Наша с тобой? Да, 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 да. Вы знаете, мы сначала думали назвать ее «Высадка миллиардного дерева». Но потом решили назвать ее проще «Вовка на былыком будивництве». Когда я говорю «Вовка», я говорю «Владимир Ильич Ленин». Я вырос еще при Советском Союзе, нас так учили. Давайте лучше перейдем к скульптурам. Итак, начнем с самого известного для всех шедевра. Ну, здесь все очень просто. «Мальчик, боящийся переворота». В данном случае я тоже имею в виду Владимира Ильича Ленина. Посмотри, у нас он точно такой же был на Октябрянской звездочке. Ну, правда, не полностью. Полностью давали звездочку пионерам. Там уже Ленин был во всей красе. Все, все, идем дальше. Хорошо. Вашему вниманию знаменитый дискобол. Да, сегодня он называется «Таблетка при похмелье 1 января». В нашей коллекции есть еще современная инсталляция. Она носит название «Предприниматель и налоговая». Для работников налоговая мы сразу поясним. Все нормально, вы сверху. И завершаем мы нашу выставку очень известной скульптурой. Да, я думаю, вы все ее прекрасно знаете. Она имеет несколько современных названий. Давай я попробую. Давай. Например, «Как купить маску без маски?» Или «Как сделать QR-код, если нет смартфона?» Ну, ты знаешь, что этой скульптурой есть объединяющее название. Оно звучит так. «Когда вся эта хрень закончится?» Ваши аплодисменты классическому искусству! Вы знаете, иногда, глядя на некоторых современных художников, понимаешь, что ты не понимаешь ни художника, ни художественной замыслы. Прямо сейчас мы тоже поговорим с вами об искусстве. Да, о современном искусстве. А вот и сюрприз! Блин, ну, Янка, ну что ты меня сюда притащила, а? Я хотела, чтобы ты ознакомился с современными картинами. Ну, так и показывай картины, а не эти, мишени для пейнтбола. Это и есть современные картины. Серьезно? Что-то больше похоже, что кто-то насекомых по кафелю размазал. У меня такие шедевры на лобовухе, когда я в Одессу еду, 200. Это не насекомые, это нарисовал человек. Нет, ну, может быть, сначала человек ее и нарисовал, но потом его, походу, стошнило прямо. Ну, зачем он это все размазал еще, я не понимаю. Георг, смотри, какая это красота. Блин, это что, винегрет, что ли? Что? Вот. Ох, ты что, какая красота! Да? Ммм, по-моему, это девочка с персиками. Ты думаешь? Да, точно, девочка с персиками, вид сразу после персиков. Ну, что ты такое говоришь, господи, это современное искусство? Смотри, обалдеть. Так, что тут у нас? Воу, да эта же картина, наверное, называется «Варикоз». Что ты так думаешь? У меня точно такое же, показать тебе? Не надо. Вот, ярко, красиво. Так, я назову ее «Верастюк сел на попугая». Ну, Егор, ну ты совершенно не разбираешься в современном искусстве. Тебе вообще ничего не нравится, ни одна картина. Ну что, вот это классно? Блин, так это же твой портрет, Янка. Ничего подобного. Да я тебе говорю, стопудо, вообще, один в один. Помнишь, когда ты под дождь попала, у тебя вся тушь потекла? А, блин, реально похоже. Это высокое искусство. Это очень ценные картины. Ты уверена? Может, специалисту показать? Искусствоведу? Психиатру. Тут, походу, у художника серьезные проблемки с головой. Да нет у него никаких проблем. Это, это очень модный художник. Да? А, да-да-да, я, кажется, даже знаю, как его зовут. Бадун Передозович, да? Я в этом состоянии тоже такую чудю, такую творю. Да ну какой бадун? Это совершенно другой случай. Да, согласен, это может быть совершенно любое заболевание. Даже диарея. Егор, ну пойми, художник вложил в это много труда. Я бы даже сказал, не вложил, а навалил. Вот особенно сюда. Егор, мы должны купить одну из этих картин на подарок. А, так, то есть ты еще и не себе это смотришь, а на подарок? Нифига себе, это ты кому-то решила отомстить, что ли? Кто это тебя так подколол? Наверное, тебе эту просроченную косметику кто-то подарил, и ты решила, на, держи тебе картину, скотина. Ну ты мстительная, Янка, конечно. Я вообще-то хотела эту картину подарить тебе. Слышь, Янка, что я тебе плохого сделал, Алё? Ну ты совершенно не разбираешься в современном искусстве, это же шедевры. Ой, Янка, только не начинай вот это вот, шедевры. Ты мне такое уже в музее современной скульптуры говорила. Ты доказывала, что вот эта вот пирамидка в унитазе, это инсталляция. А на самом-то деле, всё получилось, как я говорил, это сторож ночью пришёл и навалил, он же сам признался. Ну, ну, я хочу, чтобы мы одну из этих картин повесили у себя в спальне. Яна, мы если одну из этих картин повесим в спальне, то там будет висеть не только картина, там всё будет висеть. Поехали домой, я тебе сам такую картину нарисую, поехали. У тебя не получится. Да чё не получится? Взял кисточку краски и давай вазюкать туда-сюда, туда-сюда. Дело в том, что художник рисует не руками. А чем? Ну, как тебе так сказать? Ну, в общем, там, это, ну, там три буквы. Ухо? Ниже. Рот? Ниже. Пуп? Да господи, он рисует кем? Да не, 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 подожди, ты прикалываешься, да? Я серьёзно? Ты чего, Яна? Да успокойся, всё нормально, чего ты? Ничего не нормально, я это руками трогал, я это, блин! Да дай мне эти салфетки влажные. Не переживай, ну же всё хорошо! Да чё хорошо? Ну, блин, мне нужны, это, картины эпохи воздержания. Ну, Егор, ну ты тоже, нет? Приветствую вас, о неофиты прогрессивной живописи в скромной обители современного искусства. Ай, Егор, это и есть этот современный художник! Вау! Неужели, маэстро, это вы сам Сальвадор Причин Дали? Или как, Микки Членжело? Петров Пискин? Винчленд Ван Гог? Позвольте представиться, Давид... Вы после кисточки руки мыли? Не волнуйтесь, я работаю в перчатках. Я всё-таки воздержусь, знаете ли... Давид Эпштейн. Эпштейн? О, я так понимаю, вы работаете укороченной кисточкой, да? Ой, я прошу прощения за своего мужа, понимаете, в нашей семье за искусство отвечаю я. А он у меня такой консервированный. Консервативный. Да, консервативный. Вы знаете, нас очень заинтересовали ваши картины. Даже больше заинтересовал метод создания, так сказать. Прямо вот чувствуется твёрдый художественный стержень. Спасибо, спасибо. Я к этому долго шёл. Сначала я пробовал рисовать пятками, потом коленями. И вот теперь я творю своим главным инструментом. Не, ну, тенденция хорошая. Как бы, глядишь и до рук доберётесь. Нет, нет, рисовать руками – это удел ремесленников. А я – творец. О, у нас же есть один творец, который своим инструментом на рояле играл. А вы, я так понимаю, тоже в политику метите, да? Егор, ну, прикрой. Не волнуйтесь. Я привык к такой реакции. Недавно хейтеры хотели помешать моему творчеству. Да? Это как же, это как же? Наверное, в то время, когда вы рисовали, он подходили вот так вот к вам и на ушко такие... Псс-пс-пс-пс-пс-пс. А вы шутник. Да. Кстати, как вам мои новые творения? Вы уже успели оттенить? Редкое художество. Мои работы – это попытка привнести в замшелое изобразительное искусство свежую струю. Ммм, вы только нас в своей струе не забрызгаете, ладно? Это акварт. Вот, к примеру, эту картину я рисовал маслом. О, ну, я так понимаю, что вы теперь не понаслышке знаете, что такое хрен с маслом, да? Я вообще люблю экспериментировать с красками и холстами. Недавно пробовал рисовать с фруктовым соком на ткани, акварелью на бумаге, акрилом на керамике. Братан, а попробуй по наждачке. Это как? Ну, как, берешь покрупнее наждачку и рисуешь, рисуешь, рисуешь. О, кстати, а в детстве, я так понимаю, по асфальту ты рисовал не мелками. К сожалению, мой дар открылся гораздо позже. А, да, ну, оно и хорошо, иначе к этому возрасту уже бы стерся нахрен. Егор, ну давай купим одну картину, пожалуйста. Ты хочешь покупать, но за свои деньги? У меня нет денег. Нет денег, нету картин, все. Гор, мы должны помочь молодому дарованию. Помочь? Помочь можно. Слушай, мне на даче нужно забор покрасить. Там, правда, сосновая доска, занос много. Рабочие покрасят, то Егор. А, ну хорошо. Ну, могу на СТО свое устроить в малярку. Ты, эту, струю распылять можешь? Егор. Что? Не, ну, окей, окей, могу устроить вукроавтодор. Будешь разметку малевать. Будешь частью вылыкого малевництва. Они же работают по твоей технологии там все. Егор, ну мы должны поддержать молодую дарабани. Да ничего мы никому не должны. Слушай, извиняйте, лохов нема, и мы уходим. Давай. Почему это? Пошли, пошли, пошли. Это же вы, Давид Эпштейн, самый гениальный художник современности. Я не попал на ваши выставки в Венеции, во Флоренции, в Париже. Но, наконец-то, наконец-то я вас увидел. Дайте, дайте поцеловать вашу гениальную руку. Вы лучше кисточку целуете? Кисть мастера? Вставайся, вставайся. Я, я, я покупаю все ваши картины. Все, и даже те, которые вы еще не написали. Прекрасно, я вас целый день жду. Идемте, оформим ваши покупки. Пойдемте, быстрее. К сожалению, выставка закрывается. Кто не успел, тот опоздал. Ты видела, сколько он бабла только что отлистал за эту мазню? Так, значит, сейчас мы отсюда едем в хостовары, берем краску, едем домой, и я буду рисовать. Чем? Чем-чем, через плечо. Ты, кстати, тоже не расслабляйся. Будешь поделки из глины делать. Чем? Буферами своими. Что, мы зря в них столько бабла влупили. Поехали. Поехали. Мало кто знает, что в Украине два святых Николая. Один тот, который дарит конфеты, а вот другой тот, который абсолютно уверен, что у нас сало по 50, а говядина по 20 гривен. Ну, я думаю, вы понимаете, что на самом деле он действительно не святой. Он просто, ну, так, блаженный. Наши чиновники, и они очень любят праздник святого Николая, ведь, судя по их декларациям, большую часть добра им подарил именно святой Николай. Итак, друзья, представьте резиденция святого Николая. Настоящая сказка. Так, ну, ну, ни бы все приготував, хотя ни в этом году онлайн-школа дед лохов так закатувала, что додам еще каждому по цукерце. Цикаво, кого это стежина в мою хатину завела? Может, это дедушка Мороз за традицией пришел парочку цукерок стирити. Заходьте. Добрий день. Проходьте, будь ласка. Добрий, добрий. Будь ласка. Сидайте. Скажите, что вас привело до святого Николая? А за нашими данными, не таки ви вже и святи. А вы нам мисло так далеко офис открыли, чтобы никто из контролирующих органов вас не нашел? Я не понимаю, про что вы? Вы мне тут голову не дурите. Я не платників податков, відчуваю сразу... Сразу відчуваю. А вы кто такий? Инспектор Державної фискальної службы. Проводимо заходи по детонизации бизнеса. У нас план. Ну, а у меня, дети по всей Украине, тут офис Святого Миколая. А мне кажется, что тут подпильный цех из производства цукерок. Та який там цех? Я просто раздаю цукерки з слухняным дитям. А на які шиши? У вас что, пенсія велика? А? Чи може ви в минулому суддя? Або прокурор? А? Нема у меня вздалі ніякої пенсії. А в минулому я теж Святий Миколай. Я просто роздаю слухняным дитям цукерки, а не слухняным по шматочку вугілля. Вугілля? А где вы берете вугілля? А? Что, за схемою Лапландия плюс? Яка ще Лапландия плюс? Я просто дарую дитям радость. Так, а мені конкретнейше треба. Давайте, кажіть, яка у вас там категорія кведу? В офисійно оформлені? Шо у вас? ФОП? ТОВ? ПП? ПРАТ? А? Давайте декларацію. Я, здається, зрозумів. Ти, напевно, хлопчик, якому я в дитинстві не дав подаруночок. І тепер цей хлопчик виріс і вирішив мені помститися. Пробачте, будь ласка, візьміть зараз. Я не за цим сюди прийшов. Давайте, документи ваші, дозвіл на підприємницьку діяльність, все давайте. Ну, які там документи? Дорогі, мій дозвіл на діяльність я отримав давно з Небесної Канцелярії. Я Миколай Чудотворець. Я Миколай Мирський. Я Святий. То ви церква? Йомоє, шо ж ви мені голову морочите? У нас церква податки не сплачує. Кого там ще перенесло? Заходьте. Відчинено. Штрафи наближаються, штрафи наближаються, штрафи наближаються, приготуйте гроші. З Миколайчиком Куме. З Миколайчиком Куме. Дозволиш? Ну, спробуйте ви. Давай. Так. А ви хто такий? Інспектор Державної інспекції України з питань праці. А що вам треба? Мені? Нічого. А ось державі потрібні ваші статут підприємства, кадрові накази, особисті справи працівників, трудові договори, правила внутрішнього розпорядку, документи про відпустки, лікарняні, підрядження. По-перше, немає у мене ніяких працівників. А по-друге, ви мене затримуєте. Я повинен до ранку роздати 5 мільйонів подарунків. 5 мільйонів. 5 мільйонів подарунків, і це все без працівників? Ви мене, будь ласка, за ідіота не тримайте. Давайте, розказуйте, що тут у вас? У подвалі мігранти цукерки сортують? А нема у мене нікого в підвалі. Мені тільки допомагають це зайчик-побігайчик і песик-гавчик. Побігайчик? Гавчик? Це хто такі? Це мігранти з польсько-білоруського кордону? Польські курти? Та ні, це просто зайчик і собачка. Дуже цікаво. А ви в курсі про закон про погане ставлення до тварин? Та ні, я до них погано не ставлюся, вони самі мені допомагають. Добре, припустимо. А який у вас трудовий стаж? Не зрозумів. Скільки років ви займаєтеся своєю діяльністю? А, ну десь тисячу сімсот. Тисяча сімсот. Нічого собі? Нормально ви так собі прикупили трудового стажу? Якщо вас офіційно оформити, то пенсійний фонд просто розориться? Хто там ще? Доброго вечора. Національна поліція. Ну нарешті. Розберіться, будь ласка, з ними. Вони заважають мені працювати. Розберемось, розберемось. З Миколайчиком. З Миколайчиком. З Миколайчиком, куме. Будь ласка. Я тут з іншого приводу. Ну. У вас є багато нестлачених штрафів за перевищення швидкості на санчатах. Що? Ви їх звідки брали, ті санчата? То євроблях. Ні. Ви знаєте, що вони заборонені? Це казкові санчата. Я на них доставляю подарунки по домінках. О, тобто у вас ще й доставочка є. А яка саме? Жлобо? Чи карета? Та ні. Я святий Миколай. Я таємно по ночах доставляю подарунки по домівках, розношу і кладу під подушку. Ууу. А це вже стаття. Незаконне проникнення у житло. Як двері відчиняєте? Фонкою? Мені. Мені їх відчиняє зайчик-побігайчик. З подільником працює. А хто ще до ОПГ входить? А він сам зізнався, якийсь гавчик. Польський курт? Угу. Ну, що ви милите? Ну, ви здуріли, чи що? Я сотні років у цей день такі робив і ніколи проблем не виникало. Навіть при радянській владі, коли мене забороняли. Ха! Так то раніше було. А зараз весь інший бізнес вже закошмарений. А нам треба план виконувати. І нам. А нам взагалі план підвищили. Треба зараз навіть неіснуючі фірми перевіряти. Ви, до речі, вакцинований. QR-код є. Дію встановили? Я святий, мені це не потрібно. Це вам ваш сімейний лікар сказав? Ні. Чи ви антиваксер? Дякую, мені просто вакцина не потрібна. Дарма. Два окольчики робите і тисячу гривень ваші. На неї, до речі, можете подорожувати Україною, бо санчата ми конфіскуємо. Та ви шо, ох, господи, мені в першій житті матюкнутися захотілося. Хто там ще? Добрий вечір в хату. Служба безпеки України. О, вітаю. З Миколаївчиком. З Миколаївчиком. З Миколаївчиком. З Миколаївчиком. А вам що потрібно? Та нічого, це перевірка. Не було, не було, раптом оберемками. Ви в базі миротворець перебуваєте? Та яка ще база? Я казковий персонаж. Фу, і слухте, в цій базі стільки казкових персонажів. Я, здається, все зрозумів. Якщо все ось це через цукерки, ібо я вже третій рік без Рошема. Тобто, в базі миротворець вас немає, так? Ні. То, може, у вас є якісь конкуренти? Може, хочете додати їх в базу за окрему оплатню? Та нема в мене ніяких конкурентів цей. Желопуки і Санта-Клаус, вони в червоних зонах, а Дєдушка Мороз до нас не в'їздний. О, добре, так і напишемо. Перевірити святого Миколая антимонопольним комітетом. О, Господи. Хто там ще? Доброго дня. Пожежна безпека. З Миколачком. З Миколачком. З Миколачком. З Миколачком. Куме. Куме. О, вітаю. План евакуації, вогнегасник маєте. Та ви що, знущаєтеся всі з мене, чи що? До речі, вогнегасник має бути і у санчатах. Так, все, стоп. Ви знаєте, мені набридло чути про ці от вогнегасники, про ці зони різні. Ви зрозумійте, що якщо я вчасно не роздам подарунки, то я засмучу маленьких дітей. А вже дайте, якщо ми не назберемо необхідну кількість штрафів, то ми засмутимо великих дядь. Та кого там ще принесло? Дістали вже всього. О, Господи. Святий Миколай, можна до вас? Хлопчик, ти не кажи, що ти теж з якоїсь інспекції, бо я дивлюсь на них вони могли вже і дітей завербувати. Ага. Ні, я звичайний хлопчик Олексійчик. Я прийшов до тебе дещо сказати. А, ну якщо прийшов, то проходь, сідай, кажи, дорогий. Святий Миколай, мої батьки кажуть, що цей рік був дуже важкий для всіх. І тобі може не вистачити грошей на всіх дітей. Тому я прийшов сказати, щоб ти не дарував мені цукерки, а віддав їх іншій дитині. Який хороший хлопчик. Добрий і готовий на самопожертву. А ще, я тут підслухав під дверима. Можеш зробити так, щоб я не виріс таким, як вони. Чого? Знаєш, я взагалі дивуюсь, як з таких чудових дітей, як ти, виростають такі... мудаки, як вони. Вся надія на ваше покоління. Сідай. Бо цим вже допоможе тільки чудо. Перший пішов. О, цукерка. Слухте, а я пам'ятаю, що цукерку. З дитинства. Вони були найсмачніші. І я в дитинстві теж мріяв, що буду допомагати людям. А знаєте, Святий Миколай, а нічого мені не треба. Наступний. Я халяву люблю. Гори воно з цей синім полем'ям. Хай будуть дітям. Наступний. А знаєте, що? Та в дубу ті всі плани. Нехай кожна дитина в світі буде щаслива. Молодим. Наступний. Взагалі-то я прийшов за грошима, але цукерочку можна і... Що ж це таке робиться? Якщо дитина відмовляється від свого подарунку заради допомоги Святому Миколаю, а чого ж ми, дорослі, не можемо домовитися і жити без цих штрафів по совісті? Молодець. І? Смачно. А можна ще одну цукерку, бо я з напарником? Він там мерзне, вкривші. Різдвяні свята – це магічна пора, коли навіть дорослим варто впустити в свою душу, в своє серце трошечки казкового дива. І якщо віра в чудо є, і є бажання це чудо здійснити, то ніякі віруси, ніякі карантини і ніякі фінансові кризи цьому не завадять. Я вибачаюсь. Так шо у вас там с кюаром? Та ну тебе! Назар Стаднєбровський, народний артист України! Дизліншоу 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 Ну а на самом деле, как говорят в налоговой, лучший подарок – это подарок, сделанный руками. Руками немецких и японских автомобиле-строителей. Потому что на самом деле, иногда для бизнесмена это проблема – выбрать подарок для начальника налоговой. Смотрим! Чёрт! 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 Что же… что же подавить? Да что же… Нет, это не то, это не… Нет, нет, нет! Что же? Ну чё ты мечешся? Что случилось уже? Да начальник налоговой пригласил на день рождения! Ну так это же хорошо! Да что хорошего? Тут с подарком надо угадать прям на сто процентов, иначе хана! Да ладно, у нас же сейчас новая власть, везде все по-новому Так в том-то и дело, что все по-новому, а в налоговой все по-старому Островок, мать ее, стабильности Он меня доит, как корову, а я должен идти к нему, улыбаться и делать вид, что он самый прекрасный человек на свете Ну так не иди Ну что значит не иди, чтобы он теперь меня начал еще в два раза больше доить? Ладно, заедем на полчасика, быстренько поздравим и все, и уедем Угу, чтобы он подумал, что я что-то стыбзил и свалил Ну что ты все преувеличиваешь? Ты не понимаешь, что это за человек, он такой мстительный Я когда рядом с ним, я боюсь что-то лишнее ляпнуть Да ничего ты не ляпнешь, ты же у меня молодец Хренодец Ты главное не рифмуй там, и все будет нормально Нет, надо звонить Ткачуку Что же он там выбрал? Алло, здравствуйте, а мне нужен Петя Как? Когда? Отчего? Понятно Представляешь, Ткачук так и не выбрал, что подарить и умер от переживаний Ах, везет же людям! А может быть ты подари ему какой-нибудь творческий подарок? Например, стихотворение? Хренотворение! Ах да, я забыла. Не твое это рифмовать. Да просто позвони его жене и спроси, чего ему надо. Да Петров уже в прошлом году позвонил. Знаешь, что он подарил? Сумочку Прада и сапожки из крокодиловой кожи. Ну? Знаешь, где теперь Петров? Где? Где-где? Не надо рифмовать, я все поняла. Да в тюрьме он. За неуплату налогов. Видите ли, сумочка была не того цвета. А может быть ты подари ему какое-нибудь золотое украшение? Часы там или цепочку. У него этого добра на вал. Он ничем этим не пользуется. А ты подари такое, что пользовался. Например, золотой унитаз. Вот он будет сидеть каждое утро и тебя вспоминать. Маруся, у него 10 золотых унитазов. Он придет, нагадит и даже не вспомнит обо мне. А мы гравировочку сделаем. На долгую память от Егора. Писайте на здоровье. Слушай, а может подарить ему какое-нибудь экзотическое животное? Там, панду, ягуара, крокодила или зебру? Ты сейчас просто перечисляешь его праздничное меню. А подари ему жрицу любви. Какой смысл ему подарить часть его вечерней программы? В смысле? Ну, у него там намечается автопаки. Ну, типа для своих, для мужиков. Сауна, жрицы любви, все такое. Я не поняла, тебя тоже туда пригласили? Да, но... Понимаешь, в чем за кавыка? Я уже не понимаю, в качестве кого меня туда пригласили. Мне вчера вернули НДС на фирму. Никогда такого не было. Я вот это думаю. Может, это как бы аванс за следующий вечер? Ладно, не придумывай. Может быть, подари ему выступление какого-нибудь артиста? Да, были у него уже все. Даже президент. А, наверное, еще до президентства? Да в том-то и дело, что после. У него даже Фредди Меркури пел. Как Меркури? Он же умер. Да, но он-то об этом не знал. И ему об этом никто так и не решился сказать. Так что пришлось Зиброву по-быстренькому учить английский. И что, и что? Он не догадался? Ну, сначала нет. Но когда Фредди Меркури начал петь «А я и друзей в разуме, и воороги в уме прощаты», Чего-то начал вдруг подозревать. Ой, разозлился, наверное. Сначала да. Ах, ну потом, когда узнал, что это подарок от президента, Он как-то потеплел. Потеплел. Слушай, а ты скажи, что ты не привит, Поэтому не пойдешь, потому что боишься заразиться. Да ты чё, у него прямо на входе там вакцинируют. Для него специальную вакцину разработали в виде порошка. Ему, видите ли, так привычней принимать лекарственные препараты. Ты подходишь, на входе делаешь первую дорожку, Ну, в смысле, дозу. Потом через два часа вторую. Ну, а потом бустерные дозы, Одна за одной, одна за одной, И так до самого утра. Так а ты скажи, что ты против вакцинации. Всё, и не надо будет идти. Ты чего? Там такая жёсткая побочка появляется. Какая ещё побочка? Прострелянные колени. Вот такая побочка. Здорово, соседи. Здорово. Дерег не одолжите? Сколько? Пятихатку. Мне бы твои проблемы. На, держи. Ой, класс, спасибо. Большой душитый человек, спасибо. Как мало человеку для счастья надо. Жалко, что ты не начальник налоговой. Чего это? Да ничего, это я так размечтался. Ну, ладно тогда. Спасибо, ещё раз, пока. Да, нет. А, Димка, Димка, стой. Чего? Поможешь нам подарок выбрать для человека? А, знали, к кому обратиться. У меня глаз алмаз. Значит, самый лучший подарок – это тот, который подешевле. Вот. Не-не, ты не понял. Вот представь, что тебе 45 лет. Ты богат и успешный. Тебя все уважают. У тебя огромный дом, яхта. Вот что бы ты хотел в подарок? В подарок я бы хотел, чтобы с меня сняли судимости. Ну, потому что, судя по водным, я либо сидел, либо буду сидеть. Да нет, ты чиновник. А, тогда я бы хотел в подарок, ну, или подкоп в Ростов, или, ну, самолёту билеты. Да пойми ты, у тебя всё в шоколаде. А? У тебя такая крыша, что никто даже сявкнуть не может. Я батюшка? Ты прям вот вообще в шоколаде. У тебя есть компромат на всех чиновников, на всех бизнесменов. У тебя 15 офшорных счетов. А, я главный батюшка. Ты начальник налоговой, Харитоненко Валерий Андреевич. У тебя 2 тонны кокаина, 4 тонны золота в подвале. У тебя свой бордель в Киеве. Есть идеи? Идеи нет. Но зато теперь у меня есть мечта. Давайте. Давай. Помог. Слушай, а это идея. Подари ему просто деньги. Деньги? Блин, ну какие деньги начальнику налоговой? У него этих денег хоть жопой жуй. Да ладно, чё ты. Это в буквальном смысле. У него на прошлом дне рождения даже конкурс такой был. Я вообще второе место занял. Мы, кстати, на эти деньги в Испанию полетели. Какой ужас. Да ладно тебе, деньги не пахнут. Мы еще на сдачу маму твою в морщин отправили. Кстати, давай спросим у мамы. Опытная женщина может что-то и подскажет. Не надо маму только. Я тебя прощу. Ты мужа собрала уже? Куда? Куда? В тюрьму. Сухарей ему на суши. Каких сухарей? Вы что, новости не смотрите? Завтра у начальника налоговой день рождения. А ты же у нас тупой. Не знаешь, что ему подарить. Не знаю. Поэтому все. Проверка, чемодан, тюрьма. Класс. Спасибо, мама. Помогла. Мам, ну что ты нагнетаешь из одного подарка? Они в налоговой, там все люди злопамятные. Конченые твари. Су**и неблагодарные. Я же сама 25 лет в налоговой отработала. Вообще серьезно? Вы работали в налоговой? А ты думаешь, что со мной весь район не разговаривает? Я думал просто потому, что характер у вас скотский. Не, ну из-за этого тоже, конечно. Ой. А подари ему незабываемое путешествие с очаровательной незнакомкой. Да он объехал весь мир. Да там он точно не был, Егор. Да где он не был? Тем более, ну куда сейчас коронавирус везде? Ну там вирусов вообще нет. Морщин! Господи. А я кажется догадываюсь, кто это очаровательная незнакомка. Давненько я в Морщине не была. Может тещу завалить? Ты че, вообще больной? Да не, не мою. Его, начальника, течу. Ну а че, хороший подарок. Я бы ей подобрал какого-нибудь киллера посимпатичней. Хотя нет, это я ему только головняка добавлю. У него же все имущество на ней, как и у меня. Черт. Все дальше думай сам. Да, как всегда сам. Только что у себя дома был задержан начальник налоговой службы. У него в подвале обнаружены золото и кокаин. Кроме того, чиновник подозревается в крупных налоговых махинациях и содержании публичного дома. Ни хрена себе замес! У-ху-ху-ху! Класс! Еще раз здрасте, сосед! Хочу сказать спасибо за наводку, спасибо! Мы благодаря тебе месячный план перевыполнили прям. Подожди, ты че, мусор что ли? В смысле, полицейский? И то, и то. Вот. Ну и вообще, как бы, я же это... Почему к тебе постоянно за деньгам приходил? Это ж я был внедрен в банду, ну так, в компанию вашу. Вот. Братан, ты меня так выручил! Спасибо! Давай, ты не переживай. Мы и про тебя не забыли. Так сказать, страна должна знать своих героев. Ну, бывайся. Спасибо! Как сообщает пресс-служба МВД, информация о незаконной деятельности бывшего начальника налоговой службы предоставил предприниматель Круторогов Егор Викторович. Министерство уже вызвало героев благодарственным грамм. Маруся, собирай вещи, мы выезжаем. На Мальдивы? В Морщин! Мама, где этот Морщин находится? Мама! Одна девушка решила сделать фотосессию в стиле ню, но потом объективно оценила себя и решила, что ню его нафиг. Но на самом деле в наши дни огромную популярность набирает услуга фотосессия в локациях. Я думаю, вы знаете об этом. Не выходя из обычного здания, вы можете слетать на Мальдивы, сходить в ресторан, заночевать в отеле, спуститься в пещеру или даже подняться на гору. А потом похвастаться всем этим в своих соцсетях. Итак, друзья, представьте, этой услугой решила воспользоваться наша знакомая пара. Алло, Викусь, ты уже в торговом центре? Отлично. Давай, я тебя сейчас по телефону проведу. Значит, смотри, иди прямо, поднимайся на второй этаж на эскалаторе. Да. Нет, в магазин шуб не надо заходить. Вика, проходи мимо магазина шуб. Вика, к шубам не подходить. Иди прямо, прямо так, хорошо. Вот видишь, впереди там ювелирка. Вика, не беги! Не надо бежать! Нет, я тебя там не жду. Нет, Вика, господи! Проходи мимо ювелирки. Зачем ты туда зашла? Вика, не надо заходить. Алло, Вика, Вика! Блин, трубку положила, да ё-моё! Вика, вышла из магазина ювелирного. Быстренько я сказал! Вот, смотри, сейчас прямо, видишь синюю дверь? Да, видишь? Молодец. Заходи. Да. Саня, смотри, какое колечко! Ты его купила? Нет, паспорт в залог оставила. Твой. Сказала, что муж потом придёт и оплатит. Вика! Ну, я знаю, знаю. Я его верну. Скажу, что муж упал с эскалатора, со второго этажа. Нужны деньги на лечение. И верну. Сейчас только фотни для инстаграма, и всё. Вот. А куда ты меня притащил? А ты угадай. Это что, какая-то квест-комната? Нет. А что это? Это склад Икеи? Нет, не угадала. Ты что, меня устроил? Опять на ночную работу? Нет, Вика. И это называется селфи-рум. Ну, комната такая, где все фоткаются, а потом выставляют. Это всё прикольное такое. В инстаграм, ну, чтобы твои подружки позавидовали. Ну, тут можно всё, что угодно. Хочешь на Мальдивах, хочешь в Париже. Ну, вот просто... Подожди, Саня. Ты сейчас мне скажи. Мы что, зря прививки делали? Ну, когда... Мы что, не летим отдыхать? Нет, там такая ситуация. Слушай, здравствуйте. Здравствуйте. Я пищу. Скажите, могу ли я вообще-нибудь помочь? Да, подскажите, где найти нормального мужа. А, это как раз услуга у нас есть. Секундочку. Вениамин! Не надо никакого витамина звать. Я не для того заплатил деньги, чтобы моя жена с каким-то мужиком фоткалась. А что ты заплатилась, чтобы я фоткалась, о, на фоне обломков самолёта? Девушка, ну что вы такое говорите? Боже мой. Это интерьер бизнес-класса. С креслами с массажного салона? Не смешно. Вы знаете, вы, наверное, никогда не летали бизнес-классом. Там стоят именно эти кресла. Присаживайтесь и почувствуйте себя настоящей бизнес-леди. Я сейчас вернусь. Ну что, как тебе кресло? Да не знаю. Бизнес-класс. Ощущение такое, что я еду в автобусе к маме в Бердите. Да, так тоже стены нет, крыши нет. Водитель с перегаром. Сашенька. А может быть ещё можно вернуть денежки, а? Давай пойдём и купим мне сапоги. Там как раз такая акция. Покупаешь один сапог, второй бесплатно. Микусь, ты что-то начинаешь, блин. Ну ты же сама всегда фоткаешься возле дорогих машин, возле этих бутиков модных. Сашка, ну это прикол такой. А это модный прикол. Вот это. А мне этот модный прикол не нравится. Вот взял бы ты и с мужиками так со своими. Взял удочку, пошёл в магазин, нашёл рыбный отдел, фотнулся бы там с Дорада, Сива, Самсомарами и показывал бы. Нет, ну это тупо. А это, по-твоему, не тупо, да? Вот Светкин муж, он свозил её в Египет. Сводил в ресторан аж два раза. В разные. А потом заказал номер в отеле, чтобы разнообразить семейную жизнь. Экусь, я тебе сейчас кое-что расскажу. Твоя Светка всё вот это вот делала именно здесь. Вот на этом кресле она летела, вот на этом лежаке я загорала, в этом ресторане кушали, а там они, значит, разнообразивали, понимаешь? Что? Она, ах она, ах она, Светка Сергеевна! Сергеевна! Так, подожди, а в Инстаграме, а в Инстаграме у неё в самолёте не такие кресла были? Ну, потому что она летела экономом. Ну, откуда деньги у простой маникюрчистой строящины, а? Чтобы бизнесом лететь. Ну да. Ну да, да, да. Ну ладно. Давай, 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 садись. Как у тебя ощущения какие? Не знаю, ощущения всё равно такие странные. Да, всё. Ну, потому что вот такое ощущение, что я лечу одна, в куске самолёта, пилота нет, и какой-то мужик тебя фотает. А вот, пожалуйста, шампанское для бизнес-класса. Лимонад? Нет, это настоящее шампанское, оно входит в стоимость. У-у-у, удивил! А вискарик у вас есть? Да. Можно? Нет. У вас оплачено только за одного человека. Что, Сашка, жлобство ударило по самому жлобу? Давай, давай, улыбайся. Давай, фото меня, что ли. Улыбайся. О, а давай, как будто ты напилась конкретно и решила всему аэропорту попу показать в иллюминатор. Давай. Я не хочу. Фотки, как у тебя, с последнего отдыха. А у Светки такая фотка есть. А она её не выставляла? Ну, она у себя не выставляла, но салон эту фотографию взял на рекламу. Я поэтому так этот салон и нашёл. Ой, слушай, а давай ты меня сфоткаешь. Ну, разок хотя бы. Давно мечтал. Давай. О, как будто я такой Том Круз. Спасу тебя. Задницу будешь показывать? О, классно, прикольно. Давай всё сделаем. Да я шучу, Саша. О, я что-то нажала на кресле. На этом и оно начинает. Честно говоря, я тебя никогда такой довольной не видел. не надо привыкать хочу себе такой домой мы типа прилетели с тобой на море сашка ну блин у меня купальника нет пусть это будет дикий пляж я вот этой вот светке покажу не но ты как на мальдивах и отдыхая они как будто загораешь у мамы на картошке вердичеве а не возвращайтесь пожалуйста коктейль это называется секс на пляже класс вкусно ну чё викусь может мы тоже это секс на пляже а ты шо саша не хочу как в прошлый раз трусах песок а в жопе ракушки давай потай так ну давай я только не пойму почему тут море зеленое мы шо в июле в одессе или в затоке или кирилловке или на федотовой костей чего это просто везде где мы отдыхали было зеленое море это подложка такая специально потом туда любой фон наносят ну там типа ты на мальдивах там или до сейшелах доминикане а я бы хотела бердянск какой бердянск майский ну саня потому что вот это все напоминать мне майский бердянск вот так лежак один посреди пляжа море зеленое и памятник бычку прикус ну ты все-таки на мальдивах давай как-то это улыбайся что ли не знаю сашка да я на всех вот как нашего отдыха вот таким вот лицом а знаешь почему потому что у нас не отдых какой-то тест на выживание потому что сначала кросс 10 километров до моря потом борьба за место на бесплатном пляже потом очистка акватории от медуз и финал очка проверка желудка на выносливость местная кафешка а в итоге мне еще надо дотащить вот это вот тело пьяника в номер перемещаемся в ресторан давай давай да да так тебе какая кухня больше подходит на японская итальянская или французская какая разница но тут фон другой будет понимаешь там франция если это франция то тут будет кофе с круассанами если это лондон тут будет овсяная каша собакой баскервилле а давай бердичев наш ресторанчик но в котором мы свадьбу отмечали и компот и пирожки бердичев ладно я сам выберу пускай это будет итальянский ресторан вот итальянский ресторан а вот пожалуйста красное вино и брускет и соусом тоскана ничего себе обходя это какой-то будет резкий перепад в моем инстаграме от шаурмы с хот-догами до брускета с тоскана я прошу прощения у нас сейчас экспресс съемочка проходите пожалуйста мужчина извините можно с вами сфотографировать это как бы ну чё козлина видел я уже на отдыхе с другим мужчиной ну что что он уродит никакой не карлик капец ты видела женщина сфоткалась да дорогой зато он отличный любовник и очень щедрый а вот это кстати вы мимо я не знала что ты такой востребованный одноразовый муж так все это шабашим рестораном у нас время давай быстренько перемещаемся и вы в номере посмотри какой вид он за окном а ужасный хоть бы там светки на заднице не показалось как будто бы там такое море такие маленькие-маленькие яхточки и одна такая огромная это наша я не вижу никакой яхты я читаю вижу там нашу однушку на троещине и что мы через час туда вернемся а хотелось бы на курорт на курорт давай мы в трусковце а чё-то посолить не нельзя хорошо мы в трусковце возвращаемся после заседания нашей собственной партии синие люди пьяные и довольные круто здравствуйте добро пожаловать о фотографируйте а у нас президентский номер ого спасибо саня давай это будет бердичев что бердичев то постоянно бердичев бердичев пусть это будет париж да я не могу представить не париж не лондон не мальдивы потому что я нигде кроме бердичева толком не была получается мы бизнес классом летели в бердичев так бердичеве есть президентский номер а может быть и есть только о нем никто не знает кроме президента лишь какой у тебя крутой а эти на новый год подарил президентский люкс я такая счастливая женщина правда круто потому что я встретила когда-то тебя да и полюбила вот родила тебя деток и 20 лет я посвятила тебе а ты в благодарность за это повез меня не на какой-то там отдых на море а привел на сраную фотосессию пример держи образ держи улыбайся улыбайсяовые все что люди подумают что тебе плохо со мной живется рекусь это еще не все это вот 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 еще делаешь к поди это же билеты на отдых и на мальдивы конечно в Египет. Что, серьезно? Да. Ну, понятно, что не бизнес-классом, а экономом, но... Ну и что? Ну да. Зато на море. Ну, там не первая линия. А какая? Вторая? Третья? Четвертая? Пятая. Но! Там нет завтраков и бассейна. А ну и что? У нас есть классные фотографии с отдыха. Правильно. Теперь полетим за эмоциями. А эмоции я тебе гарантирую. Там всего лишь пять дней надо за верблюдами убирать и два дня выходных. Саня, а я что-то не поняла. Ты что, нас устроил туда на работу? Не нас, а тебя. Вот так. Да. Я самая счастливая женщина на земле. Я так люблю убирать с животными. Козлина, ты такая! Я тебя сейчас убью. Сейчас я вот только оставлю и дованю тебя, Саня. Я так люблю убирать с животными. 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 Продолжение следует...